Если в сказке про курочку рябу птица несла золотые яйца, то китайская порода ухи и люй, что означает пять, черное перо, черный гребень, черные кости, черное мясо, несет бирюзовые яйца. Сейчас покажу. Они не крашеные и совершенно не подготовленные к пасхину. Выглядят изначально вот так. У них больше полезных ценностей, чем в обычном яйце. И китайцы сами по себе думают, что оно и красоту дает, и здоровье там, и лечит от многих болезней. По вкусу, ну, они не сильно отличаются от обычного яйца. У них желток немножко больше, белок, соответственно, поменьше. То есть, ну, само яйцо некрупное. Началось с детской сказки про черную курицу. И случайно нашла в интернете эту породу ухи и улюй. Уже третий год они у меня, эта порода. То есть, как бы, я ими довольна, мне они нравятся, несмотря на то, что они немножко дикие. В этом домике живут 13 кур и один петух-ураган. Он начинает кукарекать с 4 утра и продолжает так каждые 2 часа. Но бывает еще такое, что петушки маскируются под курей. То есть, 6 месяцев прошло, уже ты видишь, что это курица. А проходит еще месяц-полтора, а это петух. Ждут уже бананчики вкусные, нате вам. Вот у нас курочка села на гнездо, яичко высиживать. Достанем, посмотрим. Вот оно яичко. Вот оно ругается. Вот оно яичко высиживает. Прихожу, меняю воду курочкам. Если не хватает зерна, досыпаю зерно. Кушают у нас они огурчики, яблочки. Очень любят груши, бананы. Эзотическое яйцо, поэтому люди хотят попробовать. Кто 10 штучек берет, кто 20. Не заработок, это как бы просто хобби. Как говорят сами хозяева, такие куры начинают нестись гораздо позже других пород. Приблизительно с 6-8 месяцев. Соответственно, разводить птицу для продажи не совсем рентабельно. Скорее для удовольствия. Продолжение следует...